МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в этом выпуске. Дворец неба в Улан-Удэ открыл свои двери первый храм шаманов Тенгерин-Ардон. Стройными рядами с шарами и цветами Чита отметила свой 366-й день рождения. Новые технологии помогают Китаю развивать сельское хозяйство и сокращать масштабы бедности. По традиции начинаем с новостей бурятского региона. В Улан-Удэ открыл свои двери первый храм шаманов Тенгерин-Ардон, или дворец неба. Как долго длилось его строительство и что представляет собой центр, в следующем сюжете расскажут корреспонденты телеканала Телеком. Перед входом в новый дворец шаманы центра Тенгерин-Ардон проводят специальный обряд. Все, кто пришли, должны пройти через так называемые огненные врата. На входе паломников встречают семь тугов, родов бурят и два всадника, а уже за ними возвышается Тенгерин-Ардон. Это есть традиция. Она, храм, она была в традиции нашего народа. Храм, шаманский храм, именно был той неотъемлемой частью религии монгольских народов. Именно шаманизм, как говорим, пенгеринство является основной религией всего монгольского мира. Строительство храма было начато в 2013 году. Сегодня это целый комплекс. Сам центр представляет собой восьмиугольную юрту в 300 квадратных метров. В ней установлены статуи северных богов, покровителей Сибири, Дальнего Востока и Байкала. Шаманы и прихожане уверены, что дворец неба станет местом притяжения людей. Столько лет я рядом живу здесь, и от возрождения до окончания, до открытия этого дворца шаманизма, шаманов я помогала, но вносила свою лепту деньгами, ну как прихожанка. Хорошо выполнено, мне нравится. Я здесь второй раз, и вот такой торжественный момент, просто душеволнительно, и хочется всегда верить и надеяться. Почаще надо сюда приезжать, молиться за всех. В новом комплексе будут проводиться крупные молебны и обряды, продолжатся и благоустройство. В планах возвести еще несколько статуй богов. Улан-Удэ ждет масштабный ремонт теплосетей, только в этом году заменят три из шести тепломагистралей. Это почти 4000 метров, на ремонт выделено 600 миллионов рублей. Таких денег не выделяли десятки лет. Как долго будут перекрыты транспортные артерии города, смотрите материалы моих коллег. Наиболее ощутимым для горожан будет ремонт теплотрассы по улице Турбачеева. Один из самых проезжих участков закроет 2 июня аж на два месяца. Объезжать придется по улицам Бабушкиной, Терешковой и Сахляновой. Пятая тепломагистраль не видела капитального ремонта более полувека. Ее протяженность почти 2 километра. Участок по дорожным полотном, из-за которого и придется перекрыть улицу Турбачеева, длиной более 300 метров. Ветхи трубы заменят новыми с гораздо большим диаметром – 500 миллиметров. Первое – это повысится качество после реконструкции качества теплоснабжения. Центральная часть – это район Саяна, Бабушкина, здесь потребители подключены к пятой магистрали. Второе – повышается надежность теплоснабжения, поскольку реконструкция не производилась, там уже предельный износ трубопроводов, вероятность аварийной ситуации очень высока. В соответствии с проектом производства работ и в соответствии с ПОСом, разработанным, все время работы по улице Турбачеева должно было занять около трех месяцев. И договорились подряд на организации таким образом, что материалы должны все представлены быть на объект, и после этого начаться уже производиться работы. И таким образом мы срок производства работ сократили до двух месяцев. Поменяют трубы не только на Турбачеева. На улан-удэнские теплосети в этом году выделили почти 350 миллионов рублей из резервного фонда правительства России. Еще 150 – ежегодная сумма на ремонт, которую выделяет ТГК. 77 миллионов добавляет республиканский и городской бюджеты. Итого больше полумиллиарда. Закроют для транспорта и улицу Кирова. Промежуток от Смолина до Ленина закроют с 1 июня по 15 июля. Объезжать маршруткам придется по площади Банзарова. Надолго оставлять улан-удэнцев без горячей воды не станут, уверяют теплоэнергетики. Кроме разве что планового отключения с 24 июля по 4 августа. Горящая вода потребителям будет подаваться. И будут какие-то незначительные кратковременные отключения. И постараемся все-таки выполнение данных работ производить без отключения потребителей по горячей воде. Всего на ближайшие три года выделено почти 2 миллиарда. На них удастся заменить 12 километров сетей в улан-удэн. Такие деньги на сети в столице потратят впервые за 20 лет. Переходим к новостям Забайкальского края. Стройными рядами, с шарами, цветами и другими атрибутами праздника по площади Ленина в честь Дня города прошли более 10 тысяч человек. Шествие трудовых коллективов дополнили выступления артистов, поздравления первых лиц города и края. Традиционно в этот день стало известно имя нового почетного гражданина города. Подробнее, как Чита отметила свой 366-й день рождения, расскажет моя коллега Светлана Тулунова. Ослепительное солнце и ярко-синее небо. Погода в этот день, кажется, специально позаботилась о том, чтобы украсить праздник. В центре внимания трибуна с почетными гостями и первыми лицами города и края. Поздравляю вас всех. Желаю, чтобы сегодня мы вместе ярко и интересно отпраздновали День нашего города. День рождения любимого города. От всей души благодарю всех, кто в разные годы своим образовательным трудом созидательными делами внес и вносит свой вклад в развитие Читы. Александр Сапожников впервые участвует в празднике Дня города в новом статусе, исполняющего обязанности руководителя администрации Читы. Однако Читинцам Александр Михайлович и до назначения был известен как депутат городской думы, общественный деятель, человек, который немало сделал для своего города. Свой вклад в городскую жизнь носили все. От руководителей крупных предприятий и организаций. До тех, чей труд менее заметен, но не менее важен. Творники наводили порядок во дворах, работники общественного транспорта перевозили тысячи горожан, спортсмены ставили рекорды, творческие коллективы и ученики школ искусств успешно участвовали в фестивалях и добивались признания. Этот праздник объединяет всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал получать образование, кто строит и развивает краевой центр, защищает мирный труд и спокойствие. Каждый год в день рождения Читы в нашем городе становится на одного почетного гражданина больше. На этот раз этого звания удостоился врач Сергей Лобанов. Профессор ЧГМА известен в Забайкале как один из ведущих хирургов. На его счету около 10 тысяч операций. Также на праздники были вручены медали за заслуги перед Читой. Их обладателями стали директор ГТРК Чита Галина Каманина и педагог Тамара Сущих. После официальной части внимания всех присутствующих смещается в центр площади. Шествие трудовых коллективов города длилось больше двух часов. За это время прошли свыше 10 тысяч человек. Каждая колонна по-своему пыталась заявить о себе. Корпоративные цвета, флаги, воздушные шары, необычные костюмы и даже подтанцовка. Одной из самых массовых и зрелищных стала спортивная колонна. Как всегда очень эффектно смотрится и клуб любителей внедорожников «Диверсант». Стоит отметить, что впервые в этом году Александр Осипов и Александр Сапожников нарушили традицию и спустились со сцены, чтобы лично приветствовать участников шествия. Театральное общество колонни культуры сегодня представляет театр «Кукол 3.9. Царство». Ура! В этот день горожане и гости города зарядились праздничной атмосферой, любовались новым фонтаном, фотографировались и с удовольствием принимали участие в многочисленных мероприятиях, которые были подготовлены в этот день. Люблю свой город очень, мне все нравится, красиво сейчас все делают. Я поздравляю Читу с праздником, желаю всего-всего наилучшего, процветания и любви. Всем горожанам счастья, хорошего настроения, процветания, успехов. Хороший город наш, Забайкальский, родной. Любишь нашу Читу? Очень! Я желаю Чите, чтобы она всегда процветала и любила друг друга. Чита очень красивая, она с каждым годом все молодее и молодее, все краше и краше. Покататься, поиграть с друзьями, сходить в всякие парки. Жители Читы из Забайкальского края, берегите свою родину. Любимый город с праздником поздравляет Академия здоровья! Ура! Мы волонтеры и желаем Чите больше добрых дел. Коротко о других заметных событиях соседей Триангарья. Министерство спорта РФ утвердило проект плана подготовки российского этапа «Шелкового пути» нынешнего года. Были согласованы вопросы безопасности соревнований, медицинского сопровождения, команд, вопросы сохранения экологии Байкала и прочее. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 1500 человек. Будет задействовано более 200 единиц автотранспорта. Жительница Бурятии 59-летняя Людмила Исакова покорила высочайшую точку мира Эверест, высота которой составляет 8848 метров. Восхождение пенсионерка совершила в составе команды «Семи вершин», сообщили в Центре молодежного туризма Байкала. Международные рейтинговые соревнования по шоссейному велоспорту в преддверии Олимпиады 2020 года стартовали в китайском Тайуане. Заезды пройдут в живописных районах, общая длина дистанции 730 километров. На нее выйдут представители более 40 команд из Китая, Италии, Испании и других стран. Далее программу продолжат другие интересные новости Поднебесной. Спасительный прогресс – одна из главных тем пятой международной выставки больших данных, которая проходит сейчас в китайском Гуяне. Помощь технологии в искоренении бедности и конкретные примеры уже можно увидеть. Как это работает, смотрите в сюжете моих коллег. Жизнь Чжоу Чжиньпиня стала намного проще, как только в его саду Киеве появились камеры видеонаблюдения, щелчок мыши и любой угол и закуток на экране. Можно держать ситуацию под контролем, не выходя из дома. Площадь моих садов 67 гектаров. Раньше только на их патрулирование у меня уходило около трех часов. Но теперь я могу легко и быстро узнать, чем и где занимаются мои рабочие или даже от каких болезней страдают растения. Но это лишь часть оборудования. Особая роль у специальных мини-метеостанций. Они собирают данные о погоде, осадках, состоянии воздуха, почве и передают их в уездный центр обработки в режиме реального времени. Уезд Сювей начал выращивать киви почти 30 лет назад. Тогда еще не очень опытным фермерам часто приходилось полагаться на удачу. В 2015-м местные власти создали специальную сельскохозяйственную инвестиционную компанию для перехода в режим успешного развития с помощью больших данных. Наши специалисты разрабатывают научные планы посадки и управления полем на основе анализа этих данных. Когда опылять, удобрять, в какой момент лучше всего собирать урожай, чтобы качество плодов гарантированно соответствовало высоким стандартам. И анализ данных полностью применим к продажам, что помогает фермерам корректировать свои планы ведения хозяйства. Теперь усилия окупаются всегда. Количество отходов снизилось примерно на 20%, что трансформировалось в чистую прибыль. А хорошее качество гарантирует хорошую цену. Все это принесло пользу фермерам, доходы которых явно возросли. Некогда отсталый Сювэнь теперь считается моделью борьбы с нищетой инновационными методами. Именно такие и обсуждают на пятой международной выставке больших данных в Гуяне. Здесь собрались представители почти четырех десятков стран и регионов мира, больше 400 компаний и организаций. Они находят все новые области применения больших данных для решения насущных проблем и вопросов, стоящих перед всем миром. Основная проблема сегодня в том, что научное земледелие это пока еще очень дорого. Потому то, как его распространить и сделать устойчивым, остается проблемой. Но я считаю, что эти вопросы могут быть решены с совершенствованием сопутствующих технологий и оптимизацией бизнес-режимов. Другое предложение ученого Яо Хун Юя – точное сопоставление рабочей силы в сельских районах с рынком труда с помощью больших данных. Он говорит, что это может стать еще одним эффективным шагом к сокращению масштабов бедности в стране и в мире. Природа с доставкой на дом в национальном парке Шейнунзя в центрально-восточном Китае наладили производство бутилированной родниковой воды и консервированного свежего воздуха. Это стало возможным после восстановления экологии района. Подробности у корреспондентов Сиджитян Русский. Мать природа щедро одарила заповедник Шейнунзя. Подземные воды национального парка богаты стронцем, который полезен для костей. Компания, занимающаяся производством и поставками бутилированной воды, заинтересовалась местными родниками. Местное правительство установило высокий стандарт охраны окружающей среды. Мы не можем чрезмерно эксплуатировать водные ресурсы. Наша цель собрать не более 120 тысяч тонн воды за год. Это менее 5% водных ресурсов заповедника. Завод по производству бутилированной воды обеспечил работой десятки местных жителей. А ведь еще совсем недавно экологическая ситуация в районе считалась неблагополучной. Когда мы были маленькими, мы любили плавать в местном озере. На реке стирали одежду, но гидроэлектростанции злоупотребляли водными ресурсами. По экосистеме был нанесен серьезный удар. Сейчас многие станции закрыты, и ситуация значительно улучшилась. Сотрудники завода уверены, вместо того, чтобы эксплуатировать природу, лучше делиться ее дарами с другими. На предприятии производят и законсервированный свежий воздух. Его собирают высоко в горах. В больших городах продукт пользуется спросом. Надеваете маску, нажимаете кнопку и делаете глубокий вдох. Теперь вы можете почувствовать аромат почвы. Десятилетиями экономика района Шэнь-Нудзя базировалась на экстенсивной эксплуатации природных ресурсов. Фермеры подчистую вырубали местные леса. Сегодня их переселили сюда, в город Сангбай. Но как людям выжить без сельского хозяйства? Прокормиться поможет сама природа. Только использовать ее надо с умом. Теперь в районе активно развивают экологический туризм. Это все о чем мы успели рассказать вам сегодня. Смотрите программу «Середина земли по будням» сразу после выпуска новостей. Я Юлия Кожевникова с вами прощаюсь. Оставайтесь на Аисте.